Монумент Победы в честь тех, кто ценой собственной жизни ковал наше мирное будущее. Представительная делегация из Воронежа у памятного обелиска не вызывает удивления. Для братских народов дань общей памяти уже традиция. Вот и цветы в руках губернатора российского региона Александра Гусева, без слов понятный каждому белорусу жест. Это наша общая история, и она незыблема. Прочный фундамент строительства отношений Беларусь-Россия. Совместных проектов с каждым годом все больше. А теперь, когда мир попросту заставляют ополчиться на союзный дуэт, осознание общего потенциала и в других сферах чувствуется как никогда ясно. Санкционный апперкот на деле оказался лишь толчком к дальнейшему экономическому сближению Беларуси и России. Как тонко подметил наш президент, две страны наконец стали работать вместе на полных скоростях. Если совсем упростить классика, большое будущее союзного государства видится на расстоянии. В том числе на расстоянии региональных интересов. Брянск, Псков, Приморье, а теперь и Воронежская область. Общий знаменатель у белорусских и российских областей был всегда. И теперь точек взаимного роста стало еще больше. Для Беларуси важных, второстепенных, близких или далеких в губернии России нет. Любая область для нас, россиянин, русский человек, это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь где-то чем-то в сельском хозяйстве? Пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. И мы готовы не упустить это время возможностей. При всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся. Прежде всего, это экономические, финансовые санкции. На Россию больше, на нас, может, чуть меньше навалились они со стороны наших партнеров. Вот какие они партнеры. Но никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, а возродимся, как Феникс из пепла, с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где у России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Делегация из Воронежской области тоже приехала с конкретной целью. Придать импульс промышленному и агроразвитию региона с помощью белорусов. Вот они изучают возможности техники на минском автомобильном и тракторном заводах. И уже заявляют, грандиозный проект метробусов в столице Черноземья могут реализовать с помощью троллейбусов и автобусов из Беларуси. В центре внимания и наш опыт в здравоохранении. Техническое оснащение, современные методики лечения сложных заболеваний, в РНПЦ «Онкология» в Боровлянах. Гости не скрывают, у себя строят подобный центр, где так нужны белорусские разработки. Конечно, мы сможем здесь найти не просто возможность обменяться контактами, у кого что можно купить из оборудования. Допустим, мы знаем, что в Беларуси производится часть специализированного оборудования. Но самое главное, я думаю, что могут теперь общаться наши специалисты. Мы тоже строим такую систему видеообщения для наших онкологов. Я думаю, что вот обмен опытом, достижениями, методиками, которые применяются для лечения, это, наверное, более важно, чем сейчас поиск там какого-то серьезного оборудования. Оно известно, кем производится, где производится, как его приобрести, тоже известно. Результатом переговоров в завершении насыщенной программы «Визита» станет подписание масштабного соглашения. Оно даст мощный импульс развитию двусторонних отношений между Беларусью и Воронежской областью в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Лена Мельницкая, Ольга Бабарека, Ксения Худалей, СТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова